Ребят, рекомендую интересный канал о Южной Корее. Интернациональная семья, трое детей, все говорят по-русски и по-корейски, а старшая дочка ходит в школу моделей. Этот канал понравится тем, кто интересуется Южной Кореей или кей-попом, жизнью наших русскоязычных или достопримечательностями, шоппинг, корейская косметика, влоги, конкурсы и розыгрыши. Всем приятного просмотра! Ребят, всем привет! Привет! Девчонки вчера гуляли, отрывались. С друзьями. Сейчас идут, спят. Мы, в общем, ребята, вернулись в это место, где мы гуляли с Джеком, да. И здесь очень красивенько. Я думаю, что вы уже увидели, заценили это место. И мы вернулись провести сегодня здесь выходной день. Сегодня 1 мая, праздник в Китае. Как там говорится, мир, труд, май. День труящихся. Вот, да, в общем, пришли. Сейчас, наверное, покушаем, наверное, да? Да. Какое-нибудь кафе. Поехали пить! Можно вылепить одну, одну вещь можно вылепить. Какую-нибудь кружку или вазу. В общем, мы сейчас туда идем. В Китае сейчас, кстати, вот эти места стали настолько популярны. Они сейчас начали появляться везде. Клево здесь, в общем, можно прийти с семьей. Посетить кафе, может быть, посетить какие-то библиотеки здесь, да? Кажется, есть книжные какие-то магазины, интерактивных всяких кафе, выступления. Там он турник. Там детская площадка. Детская площадка, качели. Ну, как-то вот, пофотаться можно вот такими вот смешными. Просто выпить, пофотаться. Да, и, короче, вот прям китайцы сюда прям подтягиваются. Короче, клево в таких местах, да? Да, и очень интересно, и детям, и взрослым. Вот теперь незадача. Какое же кафе выбрать? Очень много разновидностей кафе. И, может быть, выбрать то кафе, где больше очередь. Вот здесь, смотрю, вот кафе. И прям очень большая очередь. Наверное, здесь вкусно. Пойдем, посмотрим. О, смотри, прикольно. Это вот типа, поле, поле. Канфу делает, канфу. Давай, карате покажи. Ударь. Мне кажется, очень аппетитная лапша. Здесь не надо никаких очередей ждать. Покушаем и пойдем лепить. Так, забылся совсем включиться, ребята, извините. Простите нас. Да, ну, так как мы находимся в Китае, и грех тут не заобзорить еду. Она всегда разная, всегда интересная, всегда вкусная. Пришли огромную чашку лапши с говядиной. Да, и мы, в общем, заказали одну большую на троих, она не острая. Вот такая вот чашка супа, вот, с лапшой, да? Да. С говядиной. Это вам на троих, с говядиной, да? Да, мы еще заказали роллы. Я салат еще заказал. В другом ресторане, ух ты, какой салат красивый. Вот, салатик еще заказал. Все быстро доставили. Ракушки вот эти заказали. И я себе заказал вот такое блюдо, остренькое. Здесь всякая такая штука лежит, непонятная. Что-то я попробовал, мне не понравилось. Я попробовала, а вот это мясо, которое у меня было верхнее, оно очень вкусно. Сверху курочка в кляре. Сверху ростки сои. Вот это что такое? Вот это что такое? Это водоросли. 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 Окей, и внизу лапша. Обычная пшеничная лапша, кажется. Я хочу попробовать бульончик. У меня, короче, остренькое. Я сегодня решил проснуться таким образом. Ничего, особенно, но сильно остро. Хотя то, что я и хотел. О, капец. Папа сегодня очень долго спал. И вот почему он сказал, что я хочу поесть острое, чтобы я проснулся. Папа спал за компьютером, а потом спал, а потом наша подружка уже статилена и там болтала. И получается, папа лег. А почему я за компьютером спал? Да потому что очень весело провели время. И предыдущее видео, я думаю, вы заценили. В общем, был отрыв такой, типа, в Гуанчжоу мальчиками, а у вас был отрыв девочками, да? У нас девичник, у вас мальчишник. Только они ничего не снимали, а мы снимали. Нас было интереснее. Наоборот, у нас было интереснее. Мы там танцевали. У нас был концерт. Да. Все пятеро детей выступали. И все накрасили, все трое. И даже Майя накрасила здесь. А Максу было интересно с вами или нет? Да, мы попросили, чтобы Макс губы накрасил. Серьезно, он накрасил? Нет, он не стал. Да, он не стал. Ребятки, мы по пути еще заказали роллы. Вот такие. Я попробовала вот эту роллу. Майонез, икра, рис и рыба. Она очень вкусная. Подписываемся на наш канал. Ставим лайк. И всем пока. Липит. Окей, окей. Все, девчонки, вы наелись? Да. Я наелся, я не доел свою лапшу. Лапша была вкусная, но я оставил место под роллы. А сейчас мы идем куда? Липит. Решили, чтобы каждая из девчонок лепили свое изделие, так сказать. Нам пришлось оплатить за каждое изделие. По 80 стоит. Пока еще действует скидка. Покажи, какой фартук Поля. Ну-ка покажу. Очень красивый. Это пантера. Очень красивый. Я обожаю мультик пантеры. И вот пантера. Здесь, я так понимаю, можно лепить что-то похожее. Вот такую штуку можно делать. Очень красиво. Блин, вазочки шикарные. Короче, здесь такой, в общем, крафт-кафе. Можно, в общем, что-то делать. Разукрашивать. Здесь из песка, я смотрю, вот подделки. Это, возможно, печка. Изделие, видимо, накапливается за целый день. Они, видимо, здесь их составляют. А потом их как-то запекают или как-то засушивают в печке. Обжигает. Обжигает, так правильно бы сказать. Так. Процесс, я так понимаю, уже пошел. Подошел к нам мультик мастер. Поставил платформу. И на этой платформе, видимо, будет лепка происходить, да? Я уже руки из бачка. Как тебе на ощупь? Очень класс, как песок мокрый. Тебе нравится? Да. Слушай, я бы тоже повошкался. Так клево, мне кажется. Полинка выбрала себе тарелочку. А Вероника? Вероника? Вазочку. Какую вазочку? Я не знаю, зачем ей вазочка. Вот это же практично. Можно будет ей пользоваться по утрам. Ну, прикольно, мне кажется, да? Типа поставил, там мюсли насыпал, молоком залил и ешь со своей тарелки. Клево, да, мне кажется? Он нам сейчас прилепил глину, да? Я буду делать тарелочку. Тарелочку? Вероника, вазочку. Хорошо. А, вот, совсем соица. Тебе нравится, да? Да. Я верю тебе. Оль, ты понимаешь, что он говорит? Да. Нормально, хватает тебе, да? Да. Молодец. Тебе нравится, да? это кружка какая я не понимаю я вазу делаю или что я думаю что она потом превратится утром если можно кушать из этой тарелочки книги там внутри ваза уже получается ну вот а ты не верила так увлекает так завораживает процесс даже со стороны наблюдать не участвуя в этом все равно настолько погружаешься как-то в этот процесс хочется самому засунуть руки да да нет спасибо сегодня ваша очередь вечера с папой круто да смотри вазочка что говорит взял ножичек остренький будет лишние лишние края убирать в общем будет просто выравнивать и смотрел он просто сделал ровно-ровно что говорит у меня ногти чуть-чуть не красивее это ничего Вероника закончила Сейчас ее вазу переставили на стол И она будет украшать ее Помнишь как я в тот раз делала печеньки? Помню Ну вот так же делать это все Согласен? Сложно нет? Скажи вообще Весь процесс не сложный Достаешь формочку И по краям аккуратненько убирай Водичкой прям равномерно полностью все намажь Это как мазь маша 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 чтобы она мокренько все было все и приклеивает примерно где тебе центр и наводи центр аккуратно свою тарелку пальчиком и пальчиком вот так поправь он тут еще уголок поправь а то он засохнет и будет там все да да а здесь написано здесь любишь кого любишь сама себя да тоже верно наклеили вода я знаю но это вода и в общем грязная мокрая вода вообще здесь так грязно вообще ужас везде просто вообще ужас куда не сядь везде грязь ребятки я закончила мою вазу вот так у меня получилось ура я закончила смотрите у меня какая тарелочка получилась о сисе ну что девчонки рассказывать и какие впечатления какие вообще ощущения мне очень понравилось как я там вот этим крутила там вот так поднимала вот так делала вот так контролировал весь процесс да и мне мне очень нравится как я украшала тоже клево кстати вот мама ты говоришь типа украшать украшать им больше всего понравилось хоть это и лепилово было да но на самом деле как бы им это больше понравилось ну что они тут они тут прям весь процесс делали контролировали да полюш я жду от тебя комментарии пожалуйста скажите мне тоже понравилось очень любить и мне понравилось очень украшать там делать всякие и куртки и получается красить тесточкой это типа такой клей такая водичка хотелось бы от себя добавить такие места на самом деле очень крутые я имею ввиду про вот это вот крафт кафе мы просто зашли заплатили и как бы весь процесс там контролировали мастера где дети получили очень массу хороших впечатлений особо не надо думать просто зашел деньги заплатил и там на самом деле очень много всего можно делать не только на гончарном круге мастерить какие-то вазочки тарелочки на самом деле можно и с орбисами там разные вещи делать наполнять бутылочки да с мозаики и так далее и так далее очень широкий спектр у них разных да клево ну клево и нам сказали прийти через семь дней мы будем разукрашивать наши поделки ну что выходные подошли к концу завтра учеба готова на учебу выходные большие три дня а теперь короткая рабочая неделя ты не давайте прощаться с ребятами скажем до свидания вот вот так у нас прошел выходной день день ребята если вам понравилось видео про наши поделки наше мастерство ставьте нам лайк подписываемся на наш канал это уже просили и всем пока